Субсидированные авиабилеты из Магадана в Москву и Хабаровск закончились. 2 января авиакомпании открыли продажу билетов по комфортным тарифам для отдельных категорий граждан. Однако, чуть больше, чем через неделю, Аэрофлот приостановил продажи. По словам специалистов, это связано с лимитом госсредств. На данный момент этой авиакомпанией можно воспользоваться, чтобы приобрести билеты по плоским тарифам. Тем не менее, представители авиакомпании Аэрофлот отметили, что возобновят продажи субсидированных билетов. Напомним, льготным тарифом могут воспользоваться россияне в возрасте до 23 лет, а также мужчины старше 60 и женщины 55. Кроме того, инвалиды первой, второй, третьей группы и многодетные семьи. Эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции в Магаданской области с нового года улучшилась. Люди заболевают меньше, но по данным специалистов замечаются повторные заражения COVID-19. В областном центре прошла пресс-конференция с главным внештатным инфекционистом региона Еленой Кузьменко. Чтобы окончательно победить болезнь, по мнению врачей, необходимо привиться новой векторной вакциной «Спутник В». Вакцинацию проведут в три этапа. Сначала будут привиты труженики социальной сферы, затем к иммунизации привлекут силовиков, работников торговли, сотрудников, оказывающих услуги питания. Далее на прививку пригласят население из групп риска. Это люди пожилого возраста, люди с диабетом и страдающие ожирением. Эффективность данной вакцины изучена. Изучение ее началось еще в апреле месяце, именно против новой коронавирусной инфекции. Но на самом деле разработка векторных вакцин в Российской Федерации велась очень-очень давно. В Магадане на момент 14 января 2021 года привито 442 человека. 697 вакцин находятся в запасе и 3000 доз ожидают получить до конца марта. 200 инъекций переданы в Ольский и Хасынские районы. Привиться по собственному желанию может каждый. Для этого гражданам Российской Федерации необходимо обратиться на горячую линию 122. Предоставить необходимым будет только номер СНИЛС. Медицинский полюс не требуется. По завершению вакцинации человеку присвоят QR-код, который будет отображаться на сайте госуслуги. Врачи заявляют, что прививаться населению необходимо, бояться этого не стоит. Переносимость вакцины в общем и целом большинства людей удовлетворительная. Отмечается легкая болезненность в месте введения инъекции. Могут быть повышения температуры через сутки после введения вакцины. Явления нетомогания, которые самостоятельно купируются в течение 24 часов. Эти нежелательные явления не приводят к нетрудоспособности. Вакцина создана по старым разработкам, но для борьбы с коронавирусом является новой. Одобрили к применению ее 20 декабря 2020 года. Поставить прививку с вакциной от COVID-19 разрешено только лицам от 18 лет и старше. Предварительная прививка от гриппа или иная для вакцинации не требуется. Какие последствия принесет инъекция спутник В в будущем неизвестно. Пользу вакцинации специалисты аргументируют тем, что в 80-е годы была эпидемия дифтерии. И новые прививки тоже боялись ставить. Но кто был смел, сейчас живой. Коронавирус в Магадане отступает. За последние сутки на Колыме выявили 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период отметили 7 553 заболевших. С выздоровлением выписали 6 970 колымчан. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Магаданской области проходит массовое сокращение больниц. Его проводит региональный Минздрав. С этим категорически не согласны представители Общероссийского народного фронта. Они считают это недопустимым и губительным для системы здравоохранения. Предусмотрены сокращения и функционирования медицинских учреждений в соответствии с федеральными нормативами. Одно из них – Амсукчанская районная больница. Там будет произведено сокращение педиатрического отделения, что очень недопустимо, потому что почти тысячи детей в районе находятся. Кроме того, присоединение некоторых наиболее успешных, скажем так, в данный момент лечебных учреждений в городе – это авиамедицина и стоматология городская – к поликлинике, которая уже объединена, которую мы просто категорически не можем допустить. Это приведет к нестабильности, скажем так, потому что, как мы видим, городские поликлиники работают совершенно нестабильно, особенно 2020 год это показал. Но стоматология, наоборот, ситуация стабилизировалась, авиамедицина тоже стабильно работает. Мы не видим необходимости в такой оптимизации. В 2016 году президент Владимир Путин публично заявил о том, что любые сокращения либо реорганизации в лечебных учреждениях должны производиться только на основе публичных слушаний. В ситуации с медучреждениями Магаданской области решение принимает профильное министерство. По словам специалистов, сокращение по федеральным нормативам больниц на Колыме недопустимо. Это связано с большим расстоянием между населенными пунктами в регионе. Поэтому качественная медицинская помощь для населения должна быть сохранена, отметил Сергей Зеленков. Магадан ожидает антициклон. За последние несколько дней на территории Колымы бушевали метель и ветер до 25 метров в секунду. Сотрудники МЧС контролировали опасные участки дорог. Однако непогода продолжалась недолго. На Колыму пришел Оймеконский антициклон. Наблюдается заток холодной воздушной массы, довольно сухой с севера. Поэтому в ближайшие дни в Магадане ожидается плавное понижение температуры. То есть, если сегодня было 16, то завтра мы ждем уже чуть ниже 20. И в дальнейшем температура еще понизится градусов на 4-6. Из-за сухой воздушной массы осадков в ближайшее время синоптики не предвещают. И ветер будет слабый, уверяют специалисты, до 7 метров в секунду. Магадан укутал белый снег. На дорогах появилась наледь. Такие условия не дают городским службам отдыхать. Техника ГЛУД и сотрудники комбината зеленого хозяйства с самого утра очищают тротуары, парковочные места и проезжие части областного центра. Снег и лед сгребают ковшами тракторов, посыпая песком обновленную поверхность. На основных улицах города вывозят снег. Спецтехника задействована на проспекте Карла Маркса, Болдырева-Ленина, Колымское шоссе, Пролетарская, Кольцевая и во втором проезде Горького. Кроме того, для магаданцев продолжают устанавливать новые остановочные пункты. Это мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы совершенствования транспортного обслуживания. В 2020 году было установлено 10 остановочных пунктов. На текущий год планируется установка очередных 10 остановочных пунктов. Сегодня новую остановку монтируют на улице Ленина напротив магазина «Восход». Следующий пункт планируют установить на улице Портовая со стороны движения от морского торгового порта в город. 15 января стартует прием работ для участия в четвертом открытом конкурсе художественного перевода. Объявили его Магаданская областная универсальная научная библиотека имени Пушкина и Северо-Восточный государственный университет. Принять участие в состязании может любой желающий. Возраст, образование, место проживания, профессия, род занятий и степень владения иностранным языком не имеют значения. К участию приглашают переводчиков прозы и поэзий с английского, немецкого, французского, китайского, японского и венского языков. Прием работ продлится до 30 апреля. С положением о конкурсе и текстами для перевода можно ознакомиться на сайте Моунбру в разделе конкурсы. Продолжение следует...